Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Елена Трегумова. Мы находимся в пресс-центре аргументов и фактов. И сегодня у нас в гостях известный экономист, бывший финансовый омбудсмен Павел Алексеевич Медведев. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Алексеевич, сегодня мы хотели бы поговорить с вами о инфляционных рисках, росте цен тарифов на ЖКХ, позиции рубля и, в общем-то, внутренней нашей экономики. Начать мне хотелось бы вот с чего. Сегодня президент выступил с бюджетным посланием, которым он рассказал о бюджетной политике, которая будет на будущие три года у нас предприниматься. Путин сообщил правительству, что поручил правительству, чтобы его требования были выполнены как можно быстрее, то есть дал три месяца на это. Вот как вы думаете, можно ли все вот эти вот его указы майские, поручения, требования за такой короткий срок быстро решить, разработать и не будет ли у этого недостатка? Очень трудно, безусловно. Но он такую ключевую фразу сказал, что выполнить его поручение нужно за счет перераспределения ресурсов. Вот если будет разумное перераспределение ресурсов осуществлено, то, во всяком случае, можно будет начать выполнять его поручения. Чтобы их выполнить, мне кажется, нужны довольно существенные преобразования в такой социально-политической, экономической жизни. А вот в прошлых бюджетных посланиях, с которыми выступал президент, в том числе в прошлом году, звучали различные инициативы, в том числе введение налога на роскошь, на недвижимость, которые в результате приняты не были. То есть они сейчас находятся в подвешенном состоянии, и то, что президент сказал сегодня. Есть ли вероятность того, что его пожелания не будут реализованы в этом году? То есть все это будет откладываться в долгий ящик. Существует ли такая вероятность? Очень большая вероятность. Существует, к сожалению, целый ряд законов объявляются важными. И потом в течение многих лет на важность этих законов настаивают. Они все не принимаются, не принимаются, не принимаются. Вот сейчас для меня актуальный вопрос – это закон о финансовом омбудсмене. Президент повелел к 1 августа прошлого года представить вариант этого закона. Теперь очередная дата – это 15 октября. И я не уверен, что к 15 октября будет сделано. То же самое касается и вашего закона. Недавно я общалась с экспертами, с разными. Они ожидали, что в ходе своего бюджетного послания президент будет говорить о ограничении роста тарифов ЖКХ. То есть это интересует не только экспертов. Это, в общем-то, приземленная тема, которая интересует каждого россиянина, потому что тарифы многие считают необоснованными. Ну, то, что я успела посмотреть из этого послания, там про ЖКХ не было сказано ни слова. И как вы думаете, не будет ли тарифы расти быстрее инфляции на естественной монополии? Я думаю, что будут расти быстрее инфляции до тех пор, пока не будут радикальные преобразования в этой области сделаны. Опять-таки, много лет уже говорят о том, что тарифы необоснованные, слишком быстро растут, законы предлагаются разные. Вот я был депутатом 22 года, по крайней мере, половину этого срока в воду в ступе толкли по поводу законных ограничений роста тарифов. Мне кажется, что это обычная российская привычка – искать под фонарем то, что потеряли за углом. За углом потеряли просто невероятную коррупцию в этой области, а под фонарем пытаются ограничить только самое внешнее проявление этой коррупции – рост тарифов. Придется пойти и посмотреть, что творится за углом. То есть, а какой ваш прогноз по поводу роста тарифов? Я думаю, что в этом году в положенный срок, в середине года, рост будет ограничен определенным каким-то числом. Потом через некоторое время выяснится, что немытьем-то капельным, все-таки ЖКХ собирает большую сумму. Прием такой нормы не растет. То есть, за каждый кубометр воды берут чуть-чуть больше, чем в прошлом году. А кубометров считается, что отпускают гражданину больше. И за счет этого с него берут больше денег. Но гражданину-то безразлично, за что с него взяли больше денег. И он возмущается, жалуется, письма ходят туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Потом доходит до президента, президент возмущается, и вся эта сказка про белого бочка заново продолжается. Еще раз повторяю, проблема за углом. Там, где фантастическое совершенно воровство в этой сфере. Кстати говоря, это воровство уже становится физически опасным. Настолько инфраструктура ЖКХ изношена, что как бы это не стало причиной просто катастрофы. Ну, кстати, в своем послании президент говорил о стабилизации ситуации с инфраструктурой ЖКХ. Вот хорошо бы. Есть вероятность, что в общем-то... Я очень надеюсь, но вот еще раз повторяю, к сожалению, очень многое говорится, говорится, говорится. У меня есть один знакомый предприниматель француз, наполовину француз, наполовину швейцарец, с которым я лет 15 дружу, он пытается сюда привезти капиталы. И его позиция всегда была такая. Да, конечно, у вас неважно, у вас климат инвестиционный, прямо скажем, плохой, но мы уже 700 лет занимаемся инвестиционным климатом, а вы там сначала 5 лет, потом 7 лет и так далее. Вот последний его приезд был два месяца тому назад. Он начал с того, вы все говорите, 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 когда же вы что-нибудь начнете делать. Это касается, да, не только... Вот если президент меня слышит, то я призываю начать делать. Да, давно пора. Вот у нас наши пользователи спрашивают по поводу того, что, в общем-то, президент, он неоднократно говорил по поводу ограничения тарифов на ЖКХ. И соответствующий законопроект сейчас рассматривают депутаты, готовят. Но никто не знает, что это будет за закон, который будет фиксировать тарифы, и что ждать от этого закона простым гражданам. Если это будет только ограничение на рост тарифов, это может кончиться катастрофой. Потому что воровать нужно столько же, сколько раньше, а может быть даже больше. Но деньги на то, чтобы воду подать, для того, чтобы трубу поменять, должны быть. Поэтому шансов губернатор Нижегородский, по-моему, резонно сказал, что если не повышать тарифы, то даже тех сотрудников, которые сейчас обслуживают ЖКХ, не удастся удержать на работе, потому что им приходится платить по остаточному принципу. Что-то надо украсть, что-то надо действительно вложить в трубы, а то, что остается им платить. Из чего же платить, если расходы растут, если воровство растет? — Возвращаясь к сегодняшнему посланию президента, хочу отметить то, что он сказал, призвал ограничить перевоз прибыли наших компаний в офшорные зоны. Потому что вопрос больной, да, то, что много денег отправляется на Кипр, на остальные офшорные зоны, это реально сделать? — Вы знаете, реально, но опять-таки, если за углом искать, президент 20 раз говорил, что нужно улучшить инвестиционный климат. Какой ключевой вопрос? Это защита собственности. Вы знаете, так судьба сложилась, что просто такой эксперимент на мне сейчас поставлен. У меня украли дачу вместе с землей под дачу. Ну, сделали вид, что я ее продал. Вот я сейчас защищаю свою собственность. Легально ничего нельзя сделать. Возбудить уголовное дело невозможно. Разумным образом в гражданский суд обратиться с разумным иском невозможно. Я, будучи 22 года депутатом, встречался с мерзавцами и в судебной системе, и тогда была милиция, в полиции. Сейчас мне повезло фантастическим образом. Не то, что ни одного мерзавца я не встретил, а с очень многими людьми я разговариваю. Я разговариваю с людьми адекватными, образованными. Самый младший офицер, с которым я имею дело, младший лейтенант. Оказывается, культурный, образованный, заинтересованный, в хорошем смысле, в росте своем. То есть изучает законы, понимает законы. Все понимают, что ситуация тупиковая. Все передо мной извиняются. Пытаются обмануть начальство не для того, чтобы нарушить закон, а чтобы выполнить закон. Не удается обмануть начальство. Не удается выполнить закон. Не удается уголовное дело ни в три дня возбудить, ни в десять, ни в месяц. Пока не вмешиваются какие-то неканонические силы, никакого продвижения не происходит. Вот если опять-таки меня президент слышит, я готов свой случай представить в качестве канонического. Все понимают, судья понимает, начальник полиции теперь понимает, что надо изменить, чтобы эта абсурдная ситуация была ликвидирована. Давайте это сделаем. Сначала для меня, потом в общем виде. И тогда можно будет сказать, что люди не захотят отправлять свои деньги в офшоры. Зачем в офшоры? Потому что там деньги и собственность защищена. Если мы будем пытаться поставить механическую преграду перед этими людьми, просто уход денег будет дороже стоить. То есть общество больше потеряет. Нужно сделать так, чтобы не хотелось. И президент объясняет, как надо это сделать. Но мы почему этого не делаем. Павел Алексеевич, хотелось бы поговорить с вами по поводу пенсионной реформы. Наконец президент сказал, что она должна быть, никаких откладываний быть не должно, и пенсионные реформы должны принять к 2014 году. У нас неоднократно откладывали. Как вы думаете, достаточно ли она проработана, и достаточно ли она ориентирована на россиян, то есть на тех, кто получает пенсию сейчас, и на тех, кто будет, ну, будущие пенсионеры? Вы знаете, все опять за тем же самым углом. Вопрос в инвестиционном климате. Мы хотим, чтобы для некоторой части населения, относительно молодого, появилась часть пенсии, которая за счет накоплений происходит. Но эти накопления надо где-то размещать. Размещение – это инвестиции. При каком инвестиционном климате мы хотим защитить эти накопления так, чтобы тогда, когда эти относительно молодые люди выйдут на пенсию, они бы за счет этих денег действительно получили хорошую пенсию. Но если не будет инвестиционного климата, этим людям ничего нельзя обещать. А если ничего нельзя обещать, то и они сами, и их работодатели будут стараться скрыть зарплату и отчислять в эти фонды поменьше. Поэтому надежды, все надежды, все за одним и тем же углом. Инвестиционный климат, коррупция. Инвестиционный климат и коррупция – близнецы, братья. Одного надо подавить, а другое надо возвысить. Павел Алексеевич, давайте перейдем к более насущному для России вопросу. Я уже не знаю, какие более насущные. К вопросу инфляции. Сейчас все очень переживают по поводу того, что за пять месяцев этого года, недавно отчитался Росстат, инфляция выросла, превысила 50% прогноза Минэкономразвития. И в связи с тем, что мы говорили, ростом тарифов ЖКХ с 1 июля, инфляция будет еще больше. И эксперты говорят, что в рамке 5-6% она не уложится никак. Как вы думаете? Пою, что не уложится. А сколько может быть? Похоже, что 7%, если не 8%. Вы думаете официально? Очень похоже на то, и будущее, как известно, человеку видеть не дано, поэтому я могу только предполагать, но похоже, что такая инфляция в 7-8% правдоподобна. Опять-таки, в значительной мере, потому что плохой инвестиционный климат. Отчего инфляция высока? От того, что нарушается соответствие между деньгами, которые есть, в данном случае у населения, потому что, по-видимому, нас интересует инфляция восприятия населения. У населения есть какое-то определенное количество денег, и есть определенное количество товаров в магазинах. Если несоответствие в пользу денег, тогда, естественно, должны вырасти цены на товары. Иначе все товары выкупят, и что же дальше с остальными деньгами надо будет делать? А если производство, если хороший инвестиционный климат, если построили новый завод или новый станок купили, и что-то такое сделали, что приехало в магазин новое относительно того, что было вчера, появился новый товар против тех же самых денег. Конечно, тогда цены, скорее всего, не вырастут. Вот если производство расти, если ВВП будет расти быстрее, чем сейчас оно растет, а сейчас даже до 2% рост не доходит, тогда есть надежда на то, что инфляция будет ниже. А оценивая текущую экономическую ситуацию, можно ли предположить так, что инфляция выйдет из-под контроля власти? Ну, мне хочется надеяться, что из-под контроля не выйдет в том смысле, как она вышла из-под контроля в начале 90-х годов. Я такой перспективы, страшной перспективы не вижу. Но 7-8% это очень реально. И это очень неприятно, в частности, потому что структура инфляции обычно не в пользу бедных людей. Дешевые товары дорожают быстрее, чем дорогие. Мерседесы дорожают относительно медленно, а хлеб относительно быстрый. И те люди, у которых и так мало денег, оказываются, что называется, у разбитого корыта. Павел Алексеевич, вот вас приветствует наша читательница Динара Матвеева. Она задает такой вопрос. Есть подозрение, что официальные данные по инфляции не отражают реального положения дел. Скажите, пожалуйста, как власти считают этот показатель, и как соотносить это явно с заниженной оценки и прогнозы по инфляции с реальностью? Есть несколько корзин, условно говоря, в которые вложены разные товары. И стоимость этих товаров оценивается периодически в течение года. У каждого человека своя корзина. Я только что сказал, что Мерседесы дорожают не слишком быстро. Но далеко не у всех в личной корзине лежит Мерседес. И поэтому дорожает он или дешевеет, подавляющему большинству граждан безразлично. Так вот, у бедных граждан в их личной корзине лежит хлеб, безусловно, растительное масло, безусловно, и так далее. И вот эта корзина для каждого человека своя, и она по-своему дорожает. У меня в округе были избирательницы, женщины более аккуратные оказывается, которые вели полный список всех расходов из года в год. И по этим расходам можно было определить их личную инфляцию. К сожалению, она всегда оказывалась выше, чем та средняя, которая объявляется. Средняя, которая объявляется, она как бы не чья, а вот средняя температура по больнице. Но по моим представлениям она аккуратно считается. Это не значит, что каждый гражданин может считать, что это его личная инфляция. Более того, это почти ничья личной инфляции. Как вы думаете, какие продукты подорожают в первую очередь? Обычно дорожают более дешевые. Более дешевые. Власти пытаются сдержать рост цен на самый простой, самый дешевый хлеб. Некоторое время цена стоит просто как вкопанная, а потом она подскакивает очень заметно, потому что, чтобы сделать хлеб, нужно нести определенные затраты. И если эти затраты не производятся, то этого хлеба не будет, как при социализме, когда цены были стабильные. В конце концов, оказалось, что в магазинах нет ничего. Раз мы заговорили про цены, наверное, пришло время поговорить и про нашу валюту. Один из наших читателей, Игорь Суздалицев, спрашивает, не считаете ли вы, что Банк России должен прекратить покупку иностранной валюты и начать проведение политики по стабилизации рубля, сильного рубля? Это немножко странный вопрос, потому что покупка или продажа Центральным банком валюты позволяет управлять стоимостью рубля. А сейчас Центральный банк ведет почти в точности такую безразличную политику по отношению к стоимости рубля. Он хочет, чтобы рубль стоил столько, сколько он стоит, то есть чтобы его цена определялась рынком. Почему он так себя ведет? Потому что опасно навязывать цену любому товару. Если долго настаивать на том, чтобы хлеб, как я сказал, стоил бы столько, сколько он стоит сегодня, то через некоторое время окажется, что этот хлеб отсутствует, потому что только спекулянты его могут купить, а простые люди не могут. То же самое с валютой. Если мы будем недооценивать доллар, то спекулянты начнут этот доллар потихонечку правдами и неправдами покупать. А в конце концов мы не сможем удерживать доллар на данном уровне, и эти спекулянты станут богаче, а мы станем беднее. Так что вопрос ровно обратно можно ставить, если хочется, чтобы Центральный банк управлял стоимостью рубля в большей мере, чем сейчас, то наоборот ему надо сказать, покупай и продавай валюту, так чтобы влиять на стоимость рубля. Но он этого не хочет делать, и я это одобряю. Сейчас в связи с опусками, россияне очень озабочены, которые управляются вот из-за границы, озабочены тем, что евро очень сильно растет, уже почти месяц, недавно переварил за 43 рубля. С чем это связано, и вообще как быть с тем, кто собирается в отпуск в июле, в августе? Стоит ли покупать сейчас или ждать, когда все-таки произойдет падение валюты? Я боюсь, что дождаться не удастся. Общая конъюнктура не в пользу рубля. Нефть стоит не так дорого, как надо было бы, для того, чтобы рубль стоял высоко. Правда, все-таки катастрофы нет. Нефть, в общем, стоит больше 100 долларов за баррель. Это терпимо. Но не 120, как нам хочется. Вот если 120, тогда евро стоит дешево. Ну и кроме того, кроме нефти, на евро еще влияют отношения между долларовым экономическим миром и евромиром. Вот сейчас относительно доллара выигрывает евро, поэтому доллар дорожает у нас не так быстро, как дорожает евро. И как же быть тогда тем, кто отправляется в отпуск? Покупать пока предлагают за 43? Вы знаете, я честно должен ответить, что не знаю. Если есть сейчас возможность купить, надо купить. А если нет, ну отказаться от поездки за границу. Для меня отказ от поездки за границу не очень большая беда. Хотя я в последнее время езжу довольно часто за границу, потому что в моей молодости вообще такой возможности не было, и никто об этом никогда не мечтал. Спроса не было, как в одном известном анекдоте говорится. Поэтому мне кажется, что все-таки не очень страшная беда, если не удастся поехать за границу. Ну а то, что евро растет, это все-таки страшная беда. Ну не то, что евро растет, а то, что рубль слабеет, мне кажется. Это страшнее для экономики. Опять-таки, вы извиняете, я, конечно, зануда, я это признаю, но я вынужден повторить. Это плохо, потому что наша экономика устроена плохо, потому что наша экономика очень сильно зависит от покупки иностранных товаров. Там вот идешь в магазин, где продается электроника, без которой уже жить нельзя, даже холодильники. Ну, часть холодильников иностранных делается все-таки на нашей территории, и тогда мы не очень сильно зависим от этого евро. Правда, детали приходится покупать за евро. Значительная часть товаров ширпотреба, значительная часть продовольствия приходится покупать за евро. Поэтому это плохо, если евро дорожает, дорожает наша жизнь. А стоит ли хранить бережения в валюте? Ответ на этот вопрос такой очень обидный, банальный. Стоит разложить бережения на несколько кучек и хранить в разных валютах, включая рубль. Это, так сказать, полностью банальная часть совета. Чуть-чуть менее банальная и очень трудная исполнимая. Тысячу раз людям советовал, никогда не слушаются. Что тратить при этом? Ведь деньги копят не для того, чтобы любоваться, а чтобы тратить. Так вот, тратить надо ту валюту, которая в данный момент кажется самой дорогой. Вот кажется, что евро очень высоко стоит, а вам надо купить холодильник. Продайте евро, купите холодильник. В надежде, что в тот момент, когда вам надо будет купить, я не знаю, компьютер, подражает доллар, тогда вы продадите доллар. Простые советские люди поступают ровно наоборот. Когда доллар проваливался, все сбывали доллар. Боятся то, что упадет еще сильнее. Ну, конечно, да. Так вот, такая правильная стратегия, которая не каждый день приводит к успеху, но на длительных периодах времени приводит к успеху. Продавать надо самое дорогое. Надеюсь, наши пользователи воспользуются этим вопросом. Одна из наших читательниц спрашивает, недавно, по-моему, ЛДПР выступали с инициативой ввести законопроект, который запретит использование в России доллара, якобы для стабилизации рубля. И Матвея Марина Борисовна, она переживает то, что обмен валюты после предложения Дегтярева запретят. Не будет ли принят такой закон? Вообще-то логично? Нет, конечно. Это совершенно убийственный был бы закон. Я, правда, хочу обратить внимание на то, что использование валюты как средство платежа внутри России практически запрещено. То есть в магазин вы с долларами не можете прийти, вы должны приходить с рублями. В начале 90-х как раз часто можно было только за доллары что-нибудь купить. Но обмен валюты запретить, это значит отрезать нашу экономику от внешнего мира. Это невозможно сделать, не закрыв границу. Закрыть границу уже нет физической возможности. Так что можно с долларами под подушкой спать спокойно. И тратить их на компьютеры. И тратить на компьютеры, да. Когда они подорожают. Если такая потребность есть. Хочу вам задать вопрос по поводу недвижимости. Цены недвижимости по стране растут, но сколько это будет продолжаться? Вы можете предположить? Не могу. Дело в том, что в цене недвижимости есть составляющие, которые труднопрогнозируемые. Это настоящие расходы. И есть составляющие, которые прогнозировать вообще невозможно. Это взятки. Я думаю, что... Ну, трудно реальные оценки привести. Но я думаю, что взятки, откаты, приблизительно половина стоимости недвижимости сейчас. 15 лет тому назад было несравненно меньше. Спрашивается, куда кривая выйдет. Путин, борясь за инвестиционный климат, добьется того, чтобы тех, кто ворует, сажали. А кто честный, того бы продвигали, в бизнесе бы помогали, на чиновничьи посты высокие назначали. Вот если это произойдет, то, скорее всего, недвижимость не будет дорожать, во всяком случае, не будет такими темпами дорожать. Но это очень трудная задача. Как ее решить, не взявшись за дело, а продолжая говорить, 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 я не знаю. Долгосрочная задача. Я не знаю. Павел Иосифович, раз уж мы заговорили про коррупцию, то нужно вспомнить, что недавно и президент, и премьер-министр говорили, обязательно нужно искоренять это зло, обязательно избавляться от коррупционеров, лишать пенсии. Но это же не Медведев с Путиным говорили, это, по-моему, «Справедливая Россия» депутаты. Это возможно? Это возможно не раньше, чем мне вернут мою дачу. Вот это просто образцово-показательный случай. Есть мерзавец, который устроил вот эту продажу, и нет возможности его поймать, потому что невозможно, первые даже шаги есть сделать, невозможно возбудить уголовное дело. Спрашивается, как ловить преступника, если невозможно возбудить уголовное дело. Мне кажется, что вот эти разговоры абсолютно абстрактные, и мне даже кажется, что эти разговоры заменяют реальные шаги. Так приятно посидеть в хорошем обществе и поболтать языком, вместо того, чтобы работать в поте лица. Хотя работа в поте лица, ну совершенно определенная, но вот еще раз повторяю, приходите ко мне, я расскажу, почему нельзя возбудить уголовное дело, объясню, почему разумный иск невозможно в суд подать. Что мешает? Не хотите со мной разговаривать? Идите к моему судье, достойнейший человек, он вам объяснит, он недоволен своей позицией, потому что по учебнику он должен иметь право сделать одно, а реально он может сделать совсем только другое. Дорогие друзья, время нашей конференции подходит к концу. Надеюсь, наше интервью оказалось вам полезным. Павел, я всем спасибо, что к нам пришли. Надеюсь, что вы будете более частым гостем у нас. Приглашайте, я с удовольствием. Спасибо. Всего доброго. Достанем. Субтитры подогнал «Симон»